Приветствую вас. В первую очередь, конечно, это работа с ожиданиями, это работа с мыслями, с тем, как вас это задевает, с представлениями о себе, это работа с болью, вот, и дальше это определенная работа с вашими желаниями. Основными ожиданиями лежали желания. Вот. Только эти желания, как бы, перекладываются на других, в данном случае на ваших родителей. Вот. И, соответственно, вам совершенно очевидно хочется общения, совершенно очевидно вам хочется, ну, контакта, это нормально, что вам этого хочется. Но, момент в том, как мне кажется, что, ведь это общение можно получить другим способом. Есть много способов получить общение. То, что вы его хотите получить вот так, то, что вы его пытаетесь получить, образно говоря, от родителей, вот, ну, совершенно не означает, что вам родители будут это давать. И, как вы, ну, как вы видите, собственно, они не дают вам этого, вот, потому что не могут, не хотят, не хотят, и так далее. Это абсолютно нормально, как мне кажется. История, это абсолютно нормальная, как мне кажется, ситуация, что родители, вот, не хотят, не хотят с вами общаться, или, там, выставляют какие-то границы. Вот, вот. То есть, к этому можно относиться, относиться по-разному. То есть, к этому можно относиться как с негативом, ну, вот, ну, так вот, например, делаете вы. то есть вот так вы относитесь к этому, то есть вы относитесь к негативу к этому. А можно относиться легче, например, с принятием, то что я воспринимаю в родителях эту историю, то что они так себя ведут. Но для этого вам нужно себе, как мне кажется, для этого вам нужно позволить себе быть разным. Сейчас вы этого не позволяете себе, сейчас вы не позволяете себе быть разным, потому что вы сосредоточены на одном, по факту вы сосредоточены, потому что у вас нет общения. Вот, общения нет вследствие разных причин, вот, может быть вследствие того, что у вас семья, может быть вследствие того, что вы, ну, как-то, может быть не очень свои интересы выращают и проявляют, потому что если бы выращал и проявляли бы, то, вероятно, ну, скорее всего, ситуация была бы, ну, другой, да, она не была бы, не была бы вот такой. Вот, поэтому, вот, тут, конечно, есть свои тонкости, вот, но, мне кажется, мне кажется, 100% вам нужно поработать с болью, вот, потому что у вас много будет боли, она вас, ну, как бы, мне кажется, разрушает, да. Вот, и, ну, из-за этого, в частности, у вас не получается, не получается, реагировать как-то, вот, скажем так, спокойно, может быть, на то, что родители делают. Вот. То есть, понимаете, в чём идея? Я вижу даже, что вы тянетесь к моим родителям, я вижу, что вы хотите общение, но также понимаю, что родителям вашим, вероятно, это не нужно, и вас это задевает, потому что вы чувствуете себя отверженной, вот. И, наверняка, наверняка, для вот этого состояния, для, ну, для состояния отверженности у вас есть основания. Вот. А так я не говорю, что этого нет. Но момент в том, что своих родителей вам переделать, скорее всего, не получится. Вот. Требовать от них, чтобы они были не теми, кто они есть, не получится, как мне кажется, тоже. Это, ну, заранее такая, обречённая на право истории. Вот. Поэтому вы можете поразбираться немножко вот в себе, да, вы можете поисследовать немножко себя, и вы можете, разобравшись в себе, более, адекватно на это реагировать, ну, более, так сказать, спокойно реагировать на то, вот, как родители сюда ведут. Потому что, ну, по-другому они просто сюда, скорее всего, скорее всего не будут. Вот. Вот. Вам одиноко. И вы концентрируете, образно говоря, вот все своё внимание на, ну, на родителях, да, то есть по факту там на единственных, ну, на единственных людях, которые вам близки. Это можно понять, вас прекрасно понимают, но момент, как мне кажется здесь, в том, что у родителей есть своя жизнь, и они считают, что у вас твоя жизнь должна быть тоже, тоже. Вот. А её, этой жизни, получается, что нет, по крайней мере, она такая вот, достаточно, вот, неинтересно, вы чувствуете себя одинокой. Вот. И когда вы чувствуете себя одинокой, и вас отвергают люди, близкие люди, естественно, это очень обидно. Вот. Вы думаете хуже о себе, вот, отталкиваете, как бы от, ну, отталкиваете эту идею, что, как бы, дело не в родителях, а может быть даже, да. Ну, вот, вам легче думать, что это родители виноваты, что это легче обидеться на родителей. Вот. И смотреть на себя, почему же я на это так реагирую. Вот. Потому что, если, если смотреть на себя, то получится, что вы, там, к примеру, плохая, плохая, например. Вот. И, скорее всего, эта позиция, что я, вот, какая-то плохая, да, она в вашей жизни периодически присутствует, мне кажется. Вот. И периодически вы с этой позиции как-то вот стараетесь бороться. Вот. Периодически вы эту позицию пытаетесь, ну, как-то то ли подкрепить, да, то ли стараетесь эту позицию изменить, может быть даже. Вот. Ну, как бы, благодаря, вот, с помощью родителей. Вот. Но только это не получается. Не получается. Вот. И, вам нужно двигаться в этом направлении. Вот. То есть, с обидами работают, а, к сожалению или к счастью, с обидами работают. Вот. Обиды прорабатывают. Вот. Проживается. Боль, условно говоря, ну, вот, та боль, которая у вас может быть, например. И работать с ожиданиями обязательно. Ну, и, понятно, это расширение вашего такого вот кругозора, потому что вы говорите, что друзей и близких нет. Вот. Понимаете, если бы друзья и близко были, вот, то отталкивание бы родителей было бы не так для вас болезненным. Вот. Ну, и, вы, в какой-то степени, сами себя принижаете, ставя, в зависимости от родителей. Ну, если они меня отвергают, значит, ну, со мной, там, что-то не так, да. Вот. Если родители меня отвергают, значит, я какая-то не такая. Вот. Значит, я какая-то странная. Вот. Ну, я какая-то, там, неправильная. И, прежде, обращу прочь, что собитнее всего это. Общитнее всего то, что вы не имеете возможности сейчас наполнить свою жизнь. Да? Наполнить свою жизнь тем, что вам нужно. Пытаетесь ее наполнить. За счет других людей у вас это не получается, и вам от этого очень сильно больно. Вот. Ну, мне кажется, что, конечно, это нормально, что вы обращаетесь к родителям, но, может быть, они вам потому и не отвечают, что у них есть подозрение, у них есть подозрение, что вы пишете им, потому что вам тяжело одно. Ну, вот. Писали ли вы им, когда вам не было тяжело, или, например, какие у вас основания, например, думать, что родители вообще могут отвечать на вашу инициативу, скажем так. Вот. То есть это, это же нужно, чтобы ресурс еще был у них. Вот. В целом, мне кажется, здесь больше история про не совсем, знаете, четкие, четкие ваши представления о себе. То есть вот здесь обликация – это история про невозможности оперяться на себя, про некоторую потерянность, растерянность в контексте отношений, ну, то есть в контексте семьи, я имею в виду. Вот. И как следствие, вот, вы себя чувствуете, вот, такой. То есть я бы обратил внимание на вот это желание пообщаться с родителями, да, из чего оно состоит. Вы же не дать им что-то хотите, вы же не поделиться с ними чем-то хотите, вы хотите от них что-то получить. И вы имеете правило хотеть от них что-то получить, но они металла вам этого не дать. Вот что вы будете делать, если они вам не дадут, вот как они дают сейчас, того, что вам нужно. Это оно, большой вопрос. И решать вам, хотите ли вы быть зависимыми, зависимыми вот так от своих ожиданий, от своих родителей, которые захотели рассказать вам что-то, захотели не рассказали вам что-то. Спросите себя, вот, как вы я вообще относились к тому, что начинаю плакать из-за того, что родители, там, не хотят со мной чем-то делиться. Как я к этому отношусь? Вот, ну, что это для меня просто. Понимаете? Любишь, тебе нормально ли общаться так с душами? У каждого своя норма. Понимаете? И, как бы, вы навязываете им свою норму, может быть, которая образована тем, чем вы нуждаетесь. То есть, вот, вопрос, как дела, а какие новости? Это вопрос, порадуйте меня чем-нибудь. Это вопрос, отвлеките меня чем-нибудь. Это, по факту, крик, дайте мне что-нибудь. Ладно. Это, к сожалению, не чувствуется вашими родителями, как реальный интерес. Вот. Понимаете? А подпитывать вас они не хотят. Может быть потому, что у них энергии не так много или ваши отношения, ну, не такие, не такие близкие, я не знаю, чтобы вас подпитывать. Вот. Опять же, здесь имеет смысл обратиться в прошлое, да, и посмотреть, а было ли так раньше. То есть, ну, они раньше вас обопитывали, они раньше были более общительные и так далее. То есть, ну, грубо говоря, на основании чего у вас вот такие ожидания возникли, да, почему они появились в этих ожиданиях? Вот. Были ли они раньше или были они всегда? Да, если они были всегда, то как это, опять же, происходит? То есть, как это образуется, да? Вот. Как это отображается у вас? Если они появились спустя вот некоторое время только, то это тоже очень важный момент, что послужило отправной точкой для их появления. Вот. Поэтому, эээ, со своими обидами нужно обращаться очень бережно, потому что, эээ, довольно легко, как мне кажется, скатиться в эээ, обесценивание того, что, например, вы считаете нормой, да, то есть, может показаться, что я говорю вам, что ваше представление о норме неправильно, это не так. Просто я говорю, что ваше представление о норме не разделяет ваши родители, очевидно. И, эээ, вы это не принимаете, потому что вам, ээ, больно это принять. Эээ, если вы приняете это, то вам нужно будет принять еще что-то неприятное для себя. Ну, например, что вы, там, допустим, своим родителям не нужны. Вот. Это вопрос, если вы своим родителям не нужны, то нужны ли вы еще кому-то. Вот. Вы можете сказать, там, условно, что, ну, там, очевидно, что муж и ребенок, но муж и ребенок мне мало, говорите вы по факту. Ну, какой-то вопрос, чего вам мало, чего вам не хватает, да? Вот. И, как вы об этом можете заявить? Может быть, если бы вы не спрашивали у своих родителей, эээ, о том, как у них дела, а просто написали бы, что мама и папа мне очень плохо, мне тяжело, мне больно, эээ, я чувствую себя одинокой, то реакция была бы другая. Подумите об этом. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Это может подключить началом вашей работы над собой. Удачи! Удачи! Спасибо! Продолжение следует...